Танки-шоп. Магазин золота, премиум аккаунтов и танков для ВОД. Моментальная доставка покупок на ваш аккаунт. Большая вероятность выиграть танк. Не веришь мне? Смотри, как блогеры проверяют Танки-шоп на YouTube. Всем привет, друзья! С вами Маракаси. Сегодня я хотел бы продемонстрировать довольно любопытный бой на танке WZ-111 модель 1-4. Этот танк в первую очередь отличается хорошей альфой и также довольно-таки добротной подвижностью. Ну и бой весьма занимательный, а в конце вас ждет смешной момент, который, я думаю, вас обрадует, возможно. Ну, если у вас есть чувство юмора. Хотя, возможно, от этого момента вы немножечко, так скажем, разозлитесь. Ну, увидите все сами. Итак, игрок в начале боя пытался выцелить тут светляка, но в итоге хитрец высовываться даже и не собирался. И приходится ехать в атаку. Ну, к счастью, со скоростью, как я уже сказал, у этого танка все в порядке. И поэтому наш герой особо долго, в общем-то, не застаивался на месте. Быстро набрал скорость и идет один из первых в атаку. Итак, тут Т-30. Вражеская ПТ-САУ 9 уровня топовая. Очень серьезный соперник. Также еще один топовый танк. Это у нас 54-ка. Но китайцы отличаются тем, что у него очень даже крепкая башня. И хоть у него плохие, увы, но все-таки за счет рельефа этой башни можно танковать. Ну и как вы можете видеть, игрок использует в некоторых случаях кумулятивные снаряды и совершенно без шансов пробивает врагов наверняка. Вообще танк добротный, не самый популярный. Вот, кстати, довольно забавный момент, но это не то, о чем я говорил, но просто такой мини-прикольный моментик этого боя. Итак, игрок едет в атаку, замечает тут светляка. ЛТТБ дает ему мощную плюху на 470 урона. Какая же все-таки царская альфа у этого танка. И наш герой перезаряжается и дает еще одну плюху неприятелю на 54-ке. 2500 урона почти что уже. И это только начало, друзья. Стоит тут объект 704-й, его кружит там светляк. И наш герой под шумок дает бочину вражеской ПТ-САУ на 489 урона. Впереди также еще ПТ-шка, вафентрагер борсик. Но сейчас нужно расправиться с объектом, что игрок с удовольствием и делает. Ну и так как у этого танка в целом огромнейшая альфа и есть кое-какая броня, тут ему действовать весьма удобно. То есть он высовывается, затанковывает частенько башней и наносит смертоносный урон. Особенно страдают всякие картонные танки. Типа вот этих вот всяких вафель. Игрок дает плюху неприятелю и уходит на перезарядку. Повторять до тех пор, пока враг не превратится в груду металла. Но все-таки враг оказался не таким глупым, как казалось на первый взгляд. Он все-таки зарядил фугас и нанес урон. Хотя, конечно, с его-то пробить им нужно основными снарядами пробивать. Ну, хоть как-то огрызнулся. И игрок его спокойно добрал. Также тут штурж и миль. Довольно-таки картонные ПТ-САУ опять-таки. Игрок на нее высовывается, дает плюху. Но, в общем-то, повезло, что ПТ-шка была на перезарядке. Возможно, игрок этот момент увидел. В общем, молодец. Тащит бой и уже почти 5000 урона. Приближается вафентрагер ПЗ-4. Очень опасная ПТ-САУ с мощнейшим орудием. И, конечно, нужно вафлю забирать. При первой же возможности. Игрок дает ей смертоносную плюху фугасным снарядом. И, посмотрите, вместе с поджогом наносит просто невероятный урон вафли. Там около 1200 или около того урона. 600 там с копейками. Просто с плюхи. Без поджога. Плюха действительно удалась на славу. Подъезжает тут 54-ка. Все-таки смогла пробить бронебой нашего героя. Но корпус у китайца не такой крепкий, как хотелось бы все-таки. 54-ка не пробивает на этот раз. А вернее, происходит рикошет. И сейчас, конечно, хотелось бы разобраться с 54-кой. Пока не приехали другие противники. А врагов еще гораздо, в общем-то, больше, чем союзников. И помощи, на самом деле, от союзников особо ждать не приходится. Игрок красиво забирает Т49. Взрывает БК, ПТшки. Высовывается тут УДИС-03. Игрок, конечно, выцеливал Шотного. Правильно, делал грамотно все. Забирает СТшку. И осталось расправиться пока что с ПТ-САУ шведской игроком. Дает ей очередную плюху. И вот как раз тот момент, о котором я вам говорил. Честно говоря, когда я это увидел, мне, с одной стороны, стало смешно немножечко. С другой стороны, ну, это просто жесть. Это некрасиво. Пока наш герой тут сражается с двумя врагами. Лёва, тяжелый танк, просто уезжает. Он просто кинул нашего героя в полубое, как трус. И просто ретировался подальше. Хотя мог бы сейчас помочь игрок. Восклицает, что же ты делаешь. Но только это я вам в мягкой, так скажем, манере перевожу. А Лёва просто уехал. Только пятки его сверкали. И это самый такой неподходящий момент. Но сможет ли игрок затащить, несмотря на это? Разбирается он с ПТшкой. 54-ка снова пробивает бронебойным. ХП уже практически нету. И казалось бы, всё. Это провал. Это слив. Но сдаваться пока что нельзя. Нужно пробовать. Возможно, всё-таки удача будет на стороне нашего героя. А Лёва там спокойно сидит, греется на солнышке. Рядом с речкой покупался, наверное, уже. В общем, ну совершенно ни о чём не заботиться. Ничему ему, в общем-то, тут волноваться. Незачем, вернее, незачем ему волноваться. А зачем, если вот игрок на китайском танке ВЗ-111 отлично тащит. И в итоге забирает 54-ку. И осталось уничтожить только арту. Ну, вы, наверное, скажете, что это обычный рандом. Да, это всё-таки обычный рандом. Я соглашусь с вами. И такое сплошь и рядом происходит. Но всё-таки каждый раз, когда я такое вижу, честно говоря, хочется просто прибить такого союзника никудышного. Ну, пишите в комментариях. Может быть, я слишком строг по отношению к этому Лёве. Может быть, у него там какие-то супер-тактики рандома. Ну, и вот она победа. Всё-таки удалось уничтожить арту. Три медальки, стальная стена, основной калибр воин. 10109 урона. Игрок нанёс хороший результат по урону. 1465 урона смог заблокировать. 2943 опыта получил. По-моему, бой весьма стоящий. И надеюсь, он вам понравился. Не забывайте ставить лайки, друзья. Желаю вам удачи. До скорых встреч. Пока.